Наталья Морозова пришла в офис МФЦ заказать карту жителей Самарской области. Рассказывает новшества, очень удобно и помогает в жизни. Банковская карта МИР, ключ домофона, электронный проездной, копилка для кэшбэков и даже дубликат полиса ОМС. Все это теперь в одном пластике. Стоит отметить, что по ней действует и льготный проездной в общественном транспорте. Карта жителей сейчас полностью заменяет старые транспортные социальные карты. Напомним, они перестанут действовать уже в этом году. До конца декабря их нужно заменить на карту жителя для сохранения льгот на транспорте. Кроме того, держателям карты Самарской области доступны сервисы, которые позволяют отслеживать очереди на получение жилья и на зачисление в детский сад. Карта жителей Самарской области выдается и обслуживается совершенно бесплатно. Сейчас все ей пользуются. Говорят, она очень много там дает каких-то возможностей. Решила получить. Все, что нужно от желающих оформить карту, это прийти в офис банка или МФЦ, где обслуживают физических лиц, взяв с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. На месте нужно будет заполнить заявление на выпуск карты и сфотографироваться. Портретный снимок владельца разместят на ее обратной стороне. На это уйдет не больше четверти часа. Готовый пластик можно будет забрать максимум через две недели. СМС-оповещение о готовности карты придет на телефон. С 1 апреля оформить карту можно и в МФЦ. Но пока только заявление принимаем по банку ВТБ. Все заявления принимаются, оформляются. МФЦ передает эти данные региональному оператору. Потом передаются данные в банк. И через две недели человеку приходит СМС прийти в тот отделение банка, которое он выбрал, и забрать карту. Карта жителей Самарской области обладает всеми защитными функциями обычной банковской карты, который соответствует мировым стандартам. При утере пользователю нужно будет лишь обратиться в обслуживающий банк и сообщить об этом. Сотрудники заблокируют карту, а далее выпустят новую. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.